Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду Михаил Горин. Мои собеседники, израильские журналисты Павел Маргулян и Марк Горин. Коллеги, я вас приветствую. Здравствуйте! Израиль продолжает войну с Хамасом. Напомню, что она началась 7 октября, после того, как из сектора Газы Израиль был обстрелян тысячами ракет, а боевики Хамаса вторглись на юг Израиля, в населенные пункты и поселки, где учинили резню. У нас огромное количество погибших, раненых. Сотни людей оказались в заложниках в секторе Газы. И сейчас Израиль, по разным сообщениям, готовит или уже готов к наземной операции в секторе Газы. Непонятно, когда она начнется, но в эти дни Израиль активно проводит ракетные обстрелы и бомбардировки сектора. И посмотрим, как дальше будут развиваться военные действия. Не секрет, у Израиля в этом отношении богатый опыт, что развитие этих военных действий будет зависеть от международной обстановки и отношения других стран к тому, что происходит на Ближнем Востоке. Но пока что в этом отношении у Израиля очень жесткий кризис с организацией объединенных наций, точнее, с ее генеральным секторем. Напомню, что на заседании Совета Безопасности генеральный сектор ООН Гутереш, прошу прощения, да, он заявил, что безоговорочно осуждает смертоносные нападения боевиков Хамас на Израиль, но при этом оговорился, что, как он считает, важно признать, что эти нападения произошли не в вакууме и были следствия предыдущей политики Израиля, и так далее, и тому подобное. Разразился скандал. Наш представитель в ООН Гелат Ирдан обвинил генсека в сочувствии терроризму, потребовал его немедленной отставки, а позднее вообще Израиль заявил, что будет отказывать выдача виз представителям ООН. Павел, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот этот кризис, если его можно назвать так, у Израиля с ООН, это, что называется, дежурный инцидент, мол, и раньше у нас было не все так сладко в наших отношениях, или же речь идет уже совершенно о другом, и как-то нужно будет из этой ситуации выбираться или хлопать дверьми? Ну, хлопать дверьми – это крайняя мера, я не думаю, что до этого дойдет, но это стандартная ситуация наших взаимоотношений с ОООН. Я хочу напомнить одно… Такого я, честно говоря, не помню. Нет, ну почему? Смотри, осуждения ООН, по-моему, были во время всех военных операций в секторе газа, когда там количество гражданских жертв доходил. Комиссия ООН по расследованию операции «Литой свинец», по-моему, это же тоже комиссия ООН была. Не первый раз, я в связи с этим хочу напомнить высказание, ну, его приписывают Бен Гуриону, вот оно сейчас подходит очень хорошо, ум-шмум, помните? Вот ум-это ООН на иврите, да, а шмум-это, значит, ну, пустышка какая-то. Пустышка-пустышка. Да, типа неважно нам, что они там говорят. У нас с ООН сложные отношения. Во-первых, давайте вспомним Совет по правам человека ООН, который там абсолютное большинство резолюций, которые он принимал, были антиизраильские, против израильской политики, ущемление прав человека, то есть Совет прав человека, который набирается по географическому принципу, там по пять стран с каждого континента, и страны, которые туда попадают, которых там вешают людей, забивают камнями, принимали резолюции в отношении прав человека в Израиле. Это тоже ООН был. Вот. В ООН при любом голосовании, по-моему, если взять 190 там все стран, мы будем всегда в меньшинстве. Абсолютно большинство стран будут в любой ситуации виноватым считать Израиль. Поэтому в ООН у нас есть только одна защита в Совете Безопасности. Это одна страна, всем хорошо известная, США, которая была всегда, а вторая страна, которая защищала права, там типа, я не помню даже ее название, настолько она маленькая была. Но в Совете Безопасности антиизраильские резолюции блокируют Соединенные Штаты Америки. Так же, как и сейчас, я хочу сказать, что Россия и Китай блокировали резолюцию, осуждающую Хамас. Павел, извини, я хочу понять. Мы, по-моему, противоречим сами друг другу, сами себе. То мы говорим, что нам, условно говоря, извините за грубость, плевать на ООН, они нам вообще никто, потому что они всегда антисемиты и против нас. Но каждый раз, когда возникает такая ситуация, мы благодарим США за то, что оно наложило вето. И мы вообще очень чувствительно к этому относимся. Вот к заявлениям Генсека. Мы протестуем и так далее. Так, может быть, нам стоит как-то определиться? Не, смотри, Миш, значит, я хочу внести одну ясность. Я не говорил антисемиты. Я говорил антиизраильские. Это я сказал. Да, да, ты сказал. Но ты же как бы на меня ссылался. Для меня это разные вещи. Есть люди, которые считают, что антиизраильские, значит, антисемитские. Для меня это не одно и то же. Это раз. Во-вторых, пока мы остаемся в ООН, это площадка международной борьбы, площадка для обращения к странам, участникам ООН. И пока мы там находимся, мы не можем быть пассивными. И поэтому Гелядердан, наш посол в ООН, выступает. Поэтому там сейчас приехал туда Эли Коин, наш министр странных дел. Поэтому туда сейчас приехали семьи похищенных, которые ведут разъяснительную, которые объясняют иностранным дипломатам, что произошло в нашей стране. И это площадка, которую пока она есть, пока мы там, мы и должны использовать. Решение ООН, по сути дела. Вот смотри, я тебе дам еще один пример. На границе Израиля с Ливаном находится миротворческие силы ООН, Юнифил. По-моему, их там тысяч десять человек. Они там находятся для того, чтобы создать нейтральную полосу, чтобы не было столкновения между Израилем и Хизбаллой. С этой территории нас уже там все три недели обстреливают противотанковыми ракетами. Какова функция сил Юнифил ООН, находящаясь там, мне непонятно. Это говорит о том, что такое... Они фиксируют. А, они записывают, да? Записывают, сколько... Калочку ставят. Большое им спасибо. То есть это говорит о том, что практически ООН польза его стремится к нулю. И поэтому она на основе деклараций, заявлений и так далее, на которые многие страны вообще не обращают внимания. Вот, к сожалению. Павел, спасибо. Марк, в принципе, тот же вопрос к тебе. Нужно ли было сейчас идти на такое обострение отношений с ООН на персональном практически уровне, на личном уровне? Вообще с ООН нам нужно всерьез относиться к этой организации? Или нет? Или это вообще ничего? Хотя мы можем вспомнить 90-й год, когда было нападение Ирака на Кувейт, и созданная под эгидой ООН коалиция мировая вступилась? Ну, мы вообще-то можем вспомнить даже 47-й год, когда именно решение было создано государство Израиль. Вообще-то наш альбоматор. Да. Ну, вернемся к сегодняшним дням. Ну, вернемся, конечно. Значит, ну, во-первых, я должен сказать, что я практически во всем согласен с предыдущим оратором, добрым товарищем и коллегой. Теперь, что касается, надо ли было и насколько это серьезно. Значит, ну, у меня вообще-то есть лекция на тему о том, что такое ООН, и почему так сложилось, и что с ним делать. К сожалению, наш регламент не позволяет ее произнести. Очень важно. ООН, ну, я две фразы скажу. Рузвельт создал ООН весной 45-го года, в преддверии окончания Второй мировой войны, после того, что Лига наций все это не состоялось и ничего не могло дать. И через два месяца умер. Он не увидел, так сказать, открытия ООН. И когда он писал ООН, он страшно в тени не мог себе представить, что голос Канады или Швеции, я не возвращался от безопасности, которым предусматривает другое будущее, будет равен голосу, я не знаю, Сирии, там, сегодняшней Сомалии. Одну государство, один голос, это было решение Рузвельта. Холодные все войны заканчивались какими-то новыми международными формациями, а холодная война не создала новую международную, окончание холодной войны, новую международную формацию, в соответствии с ее результатами. Поэтому понравились какие-то семерки, двадцатки. В общем, ООН, ситуация не сегодняшнего дня, она устарела. И, с одной стороны, в общем-то, действительно, Бангурин был правом шуму, можно не обращать внимания, и чего обращать. С другой стороны, действительно, площадка, где, во-первых, если ее отменить, то просто все они разбегутся по угламе, потом не найдешь и не поймешь, что они против готовить человечеству, я не знаю, Иран, Шмиран, все это дело. О, шум. А, во-вторых, это все-таки площадка, где что-то можно делать, и отвечать надо было. Потому что, если не отвечать, а генеральный секретарь ООН, это не очень умно, но громко, то все увидят, что ты, так сказать, не готов ответить, и на тебе можно плевать в лицо. Это вообще, конечно, надо было. И, может быть, еще громче уходить, конечно, не надо, потому что, ваше право, это площадка, которая может понадобиться. Ну, пока... Я напомню, что президент Обама однажды не наложил, я прошу прощения за неудачный глагол, вето на антиизраильскую резолюцию. Было такое. Это было крайне неприятно. И напомнило нам, что мы вообще-то не одни в мире. И сейчас не 18 век, и играть в американские... Марк, извини, я хочу такой вопрос тебе задать. В рамках того, что ты сейчас говорил. И Павел говорил, что хлопать дверьми не надо. Это все-таки площадка. Ну, а вспомним другого президента Шани Обама, Трампа, который сказал, что он просто перестанет финансировать, а это самый крупный спонсор, он перестанет давать туда деньги и вообще не будет признавать эту организацию. А потом он сказал, что он вообще уйдет и хлопнул дверью из ЮНЕСКО. И так далее. И это повлияло. Готов ответить. Я готов к этому вопросу. Еще раз, я в основном вообще поговорю вообще о роли ООН. Нет, нет, нет. Давай только в отношении Израиля. Да, по поводу Трампа. Молодец. Замечательно. Если бы он только перед этим придумал другую структуру и переформировал под диктаторским давлением тех денег, которые Соединенные Штаты вкладывают в содержание ООН, а то в центре Нью-Йорка за деньги Соединенных Штатов всякие, я не знаю, как сказать, в эфире позволяют себе вообще говорить то, что они говорят. Не уважается этого товарища Трампа. Это надо менять. Другое дело, как менять и кому менять и почему менять. И вполне возможно, что сейчас как раз то время, когда факты показывают и Гутиерис, и другие вещи. Менять надо. Марк, спасибо. Павел, вопрос к тебе. У нас сейчас много очень сообщений, утечек, слухов, версий о том, почему не начинается сухопутная операция, кто не дает кому действовать, армия не решила, или армия готова, но политики почему-то воздерживаются, а если политики, почему, и не виноваты ли в этом, точнее, какую роль в этом играют американцы. В общем, слухов много, а информации мало. Но вот все-таки какую-то информацию наиболее интересную я подобрал. Вот статья была буквально на днях в издании Wall Street Journal, которая пишет, что Израиль согласился отложить начало наземной операции в секторе Газы, чтобы дать возможность американским войскам в регионе развернуть систему противовоздушной обороны. Также в этой же статье публикации со ссылкой на свои источники, как всегда, пишется, что Израиль при планировании дальнейших действий также принимает во внимание необходимость доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газы, а также дипломатические усилия по освобождению большой группы заложников, удерживаемых Хамасом. Не буду дальше приводить еще подобные примеры, подобные публикации, но самое главное, что потом Израиль их либо не комментирует, либо отвергает. То же самое практически делает Белый дом. Единственное, что Джо Байден на одной из пресс-конференций сказал, что Израиль принимает подобные решения, имеется ввиду о начале операции, самостоятельно. Ну вот, буквально вчера на пресс-конференции Бенни Ганс, который входит у нас в так называемый узкий кабинет войны, напрямую вопрос не стал отрицать, что США просили Израиль отложить наземный план операции, чтобы подготовить свои силы в регионе к возможному развитию событий. Вот его цитата Ганса. Мы ведем диалог с Америкой на различных уровнях. Речь идет не только о событии местного значения, это глобальный кризис, и у США имеются здесь и свои интересы. Конец цитаты. Мой вопрос заключается в следующем. На твой взгляд, насколько Израиль самостоятелен в принятии и реализации своих решений, за кем последнее слово, и кто будет потом отвечать, если те решения, которые были приняты самостоятельно, или в сочетании с советами наших друзей, окажутся неправильными. Миш, смотри, я не вижу вообще противоречия всех цитатах и фактах, которые нам ты усказал. Значит, Джо Байден совершенно правильно сказал. Израиль принимает решение самостоятельно. Это наше решение. Точка. Но если мы вдумаемся в эту фразу, если ее расшифровать, то она означает вот что. Израиль выслушивает или принимает во внимание все компоненты всего этого, в том числе и просьбу Соединенных Штатов, в том числе возможно время для развертывания систем противовоздушной обороны, в том числе информация, которая есть по заложникам. У нас уже было несколько вылазок в сектор газа, каких-то спецназа и так далее. И после этого решение принимаем мы. То есть он сказал всю правду. Мы принимаем решение. Мне только непонятно, почему наше руководство от нас это скрывает. Оно тоже находится в тяжелом положении, потому что мы же мобилизовали фактически на следующий день 300 тысяч человек, которые три недели сейчас сидят на земле и там я не знаю чем занимаются. Они выбирают меню из лучших ресторанов Израиля, которые наперебой пытаются их накормить. Которых мы содержим, которым граждане принимают гражданские когда прошла неделя возник вопрос, когда прошла две недели возник вопрос, завтра будет три недели возник вопрос и нам не отвечают на этот вопрос и поэтому рождаются слухи. Есть уже, ты наверняка слышал, что не будет никакой наземной операции, все там передумали и так далее, все напугали и будут только бомбить, скажем так. Руководство уверяет нас в обратном, что она да будет. Я напомню, что с начала этой недели чуть ли не каждый день от имени армии раздается слова армия готова буквально там вчера или позавчера начальник генштаба сказал, он сказал буквально следующее, что было всем понятно мы готовы, то есть это уже как бы уже готовей некуда уже, но правда потом он добавил, но мы каждый день еще дополнительно используем для того, чтобы еще что-то изучить, еще что-то изучить. Сегодня ночью было уже вхождение колонны танков на километровую глубину в сектор газа, они там прощупывают что-то, они продолжают искать тоннели, бомбить и так далее, но я думаю, что главная причина, две главных причины, это попытаться что-то сделать с заложниками, это страшный вообще вопрос для нашего руководства, и мы не можем отталкивать просьбу Соединенных Штатов и Джо Байдена, который говорит, ребята, позвольте, вот Катар нас каждый день, сейчас обратите внимание, в такую резкую игру вступил Катар, который вот сегодня было заявление, что можно освободить вообще всех гражданских, если прекратятся боевые действия, то есть нас будут на этом крючке держать, Хамас будет по два человека в три дня отпускать, для того, чтобы растянуть время, и вот эту злость, которая накипела в Израиле, вот эта ярость, чтобы она немножечко спала, скажем так, в надежде на то, что мы прекратим, а мир будет продолжать на нас давить, но решение принимаем мы самостоятельно, никакого противоречия в этом нет, учитывая все эти факторы, сколько-то дней еще придется продолжать, ждать нам, но потом все это начнется, я так думаю, что удар будет, ну, такой мощности, которого еще не было в истории нашей страны, по сектору газа, потому что, я хочу напомнить концепцию израильского, стратегического ведения войны, это начать и быстро закончить, потому что мы недолго, мы не можем воевать месяцами, это просто-напросто дорого для нашей страны, вот, и там накопилась огромная сила, огромное количество техники, но мы ждем какого-то благоприятного момента, еще несколько дней, неделя, полторы, в принципе, ничего не решает, КАМАЗ знает, что будет, мы знаем, что будет, ждем момента. Павел, спасибо, Марк, в принципе, тот же вопрос к тебе, я только его немножко чуть-чуть уточню, исходя из того, что говорил Павел, да, понятно, что мы консультируемся с американцами, они пригнали сюда две авианосные группы, делают очень много, там, советники, деньги и так далее, оружие и так далее, и тому подобное, вопрос, я хотел бы заострить, насколько мы будем учитывать не просто просьбы, а интересы, на которых будут настаивать американцы, ведь понятно, при всем уважении к ним, и это правильно, наверное, они руководствуются интересами своими, в том, что выгодно Америке и американцам, если эти интересы совпадают с нашими, замечательно, а если расходятся? Если расходятся, мы будем принимать те решения, которые за счет даже политическое руководство, два момента, первое, когда Байден сказал вот эту фразу, которую сейчас так любят цитируя, то, что Израиль сам принимает решения, это было не точка, а многоточка, многоточка, означало, после выслушивания наших советов, рекомендаций, необходимостей и так далее. Это первое. Второе. Кто же принимает решение? Политический руководство страны, которому по вопросам доверяет 18% населения. Значит, если оно не отражает, тем не менее, население хочет ввода, газа и уничтожения Хамаса, как всегда, кстати, хотело, но наш сегодняшний премьер-министр всегда показывал, что ему нужен Хамас для его политических целей, а никто не свечет, что он и сегодня так думает. Военное руководство говорит, да, мы готовы, и, собственно, хотим, оно не говорит слово хотим, потому что это не принято, но это у себя виза, а премьер-министр откладывает это решение, возможно, в интересах это просьб Соединенных Штатов, а, возможно, своих, я не знаю, у меня всякие мысли ходят, но я боюсь, что солдаты, как говорится, эмоционально перегорают, все комментаторы, что они рвутся в бой, ребята из Гавы, они из Гевати рвутся, их удерживают, они перегорают, пресс-секретари помогают тому же Гутерешу или Королеве Иордании найти формулировки, которые как бы скептически относятся к нашему праву, не то, что на возбезе, вообще на то, чтобы навести порядок у своих граждан. Прости, я просто добавлю, по поводу того, что перегорают, один мой собеседник, журналист, политолог, он сказал, что он получает очень много сообщений от друзей, которые сейчас находятся, несут резервистскую службу, оказались в армии, и они ему пишут, что еще неделя другая или мы пойдем в Газу или мы пойдем в Иерусалим. Я не был готов к фразе или мы пойдем в Иерусалим. Это не моя фраза и не его. Да, я понимаю, но я был готов к фразе или мы примем какое-то другое решение. Ну, это так, к слову. Да, мягче. Ну, возраст. Да, я понимаю, я понимаю, мы просто негодуем, а молодые еще согласны исходить из своего негодования с его возрастной энергии. Вот, поэтому мы как бы на пороге каких-то решений или их отсутствия мы... Понимаете, какая штука? Премьер-министр не заявил, что он завершил политическую карьеру и готов нести ответственность. Он заявил, что он готов нести ответственность? Нет. Что он заявил? Он заявил, что он признает свою... Готов ответить на вопросы, которые к нему будут предъявлять. Это разные вещи. Ответственность это одно, готовность ответить на вопросы, это другое. Не надо. Вот. Вообще, что звучало по-русски. Вот. Так что он заявил. Поэтому у меня нет гарантии, что не пытается опять вернуться в руководство правительством, в которое опять будет состоять с вотричей бенгвиров и всей этой публики, которая будет воевать за то, чтобы не служили коридим. И все кончится, как и было. Юг будет гореть, Хамас будет стрелять. Нам скажут, мы уничтожили военный потенциал. Но мы не говорили, что мы должны уничтожить административно-политическую структуру. Или еще что-нибудь в этом роде. И все останется. Почему? Потому что премьер-министр боится понятия два государственных народов. А когда есть Хамас, он может говорить сколько угодно. Мы не можем делать два государственных. Я не говорю, что два государственных это хорошо. Но сам воздух этой фразы без Хамаса приобретает реальность. И это наверняка не понравится поселенческому электорату премьер-министра. И мы видим, к чему это привело. И к чему еще может привести. Марк, спасибо. Коллеги, на этом все. Напомню, что вместе со мной в разговоре принимали участие израильские журналисты Павел Маргулян и Марк Горин. Спасибо. Всего доброго.